Зелёных насаждений на карте Ленинского городского округа с каждым днём становится всё меньше. По необходимости и без вырубаются многолетние деревья и кустарники. По мнению некоторых заинтересованных лиц, пришло время заняться и лесополосою деревни Петрушина. Разрушение надёжной защиты населённого пункта от шума и пыли, летящих с трассы дона железнодорожных путей, началось как стихийное бедствие. Внезапно и быстро. Буквально на этом месте всего несколько минут назад происходила незаконная вырубка деревьев. Заметив народное беспокойство, нарушители, быстро бросив технику, убрались с места происшествия. Теперь вместо лесополосы здесь куча опилок. Жители забили тревогу сразу же. Обратились к депутатам, в отдел по охране окружающей среды и полицию. Приехал специалист отдела экологии Сычёв Сергей Сергеевич. Мы провели пересчёт уничтоженных деревьев. На вчерашний день он составил порядка 55 деревьев. Разрешение на вырубку деревьев никто не даёт. Принципиально это позиция администрации. Но, тем не менее, вот такие злодеи у нас находятся. Наталья Мысникова – коренной житель деревни Петрушина. Она лично присутствовала при каждой попытке вырубки лесополосы и общалась с работниками, которые уничтожают природную зону. Люди говорят, что у них договор аренды. Предъявили его. Договор аренды на неделю всего. И за эту неделю они должны расчистить. Они говорят, что они деревья не уничтожают, что они только вот что-то там вот разросшиеся, вот кустарники, что не соответствует действительности. Общаться напрямую с жителями собственник отказался, как и не признал зафиксированные ранее нарушения. Двери не рубились. Это вчера было все зафиксировано. А 55 деревьев живых откуда взяли? Это не деревья, а стали. Судя по кадастровой карте, на этом месте предполагается постройка новых жилых домов. Насколько комфортно было бы новоселам обитать буквально в нескольких метрах от железной дороги, не уточняется. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. Субтитры создавал DimaTorzok